Здравствуйте, мы дорогие Александр Янковский, с вами в эфире Черноморской телерадиокомпании. Вот теперь вы нас точно видите, я это знаю точно, потому что Украина включила электроэнергию для Крыма. Это произошло в ночь с 7 на 8 декабря, линию в 220 кВт Каховская-Титан включили, в общем подали украинское напряжение. У кого в Крыму появился свет и как к этому отнеслись сами крымчане, не только господин Аксенов, вы узнаете сюжета наших корреспондентов. В оккупированном Крыму восстановлено энергоснабжение. Еще утром в Херсонской области ремонтные бригады подключили к напряжению линии электропередач Каховская-Титан. В национальной энергокомпании Украины заявили, что это стало возможным в результате договоренностей между украинскими властями и руководством Меджлиса Крымско-Татарского народа. Согласно договоренностям, на полуостров будет подаваться не более 250 мегаватт электроэнергии, то есть четверть от потребности. О том, что участники гражданской блокады на админгранице с Крымом допустили энергетиков к ремонту поврежденных линий, ранее сообщал народный депутат, один из инициаторов акции Рифат Чубаров. Что будет происходить в Крыму, если эти 220 мегаватт туда пойдут? Они, благодаря этим мегаваттам и тем, которые производят в Крыму или уже начали отрабатывать из материковой Росии, они, если захочут, смогут полностью, если захочут, могут полностью обеспечивать потребности граждан и социальной сферы. На жаль, мы думаем, что они этого делать не будут. Они будут значительно участвовать в этой электроэнергии, снова спрямовывать на военные части. Минэнерго России также сообщают, что крымские потребители электричества по линии Каховка-Титан подключены к электроснабжению в полном объеме. В Крыму же в это верят не все. Местные жители считают эту информацию пропагандой. Мы слышали от соседки, ее невестка сказала, что Украина дала свет. Мы в шоке. Эта девочка смотрит украинское телевидение. Вот там такая идет пропаганда. Так что мы этому не верим. Мы знаем, как действительно пустили кабель, провели, работали ребята. Нас со светом сделали. Да вы что? Вот за это я не слышала, что Украина. А зачем она уже нам надо? У нас уже Россия. Чего нам Украина? Украина теперь нам до лампочки. По данным службы новостей «Волна», жители крымской столицы получили электричество в первую очередь. Оно здесь было возобновлено, начиная с полуночи и пока не прекращалось. Такая же ситуация в Ялте и Алуште. В городах возобновилось движение троллейбусов. В то же время районы пока продолжают жить по графикам. Крымчане, с которыми мы общались, рады, что испытания закончились. А, ну то, что вернули, правильно. Люди такие трудности вообще переносили. Так что нормально. Нужно. Абсолютно нужно. Ну как бы с электроэнергией. Потому что как-то неудобно. Не постирать, не помыться, не покупаться, ничего. Реакция оккупационных властей Крыма на возобновление подачи электроэнергии неоднозначна. Еще вчера самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов категорически заявлял, что электроэнергия с украинского материка крымчанам не нужна и принимать ее здесь не будут. Однако позже добавил, что решать этот вопрос будут власти России. А затем и вовсе заявил, что не располагает никакой информации о происходящем. Вместе с тем глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев предположил, что режим чрезвычайной ситуации, в котором живут крымчане, третью неделю может быть отменен до конца этой недели. Вы смотрите программу «Голос Крыма». Александр Инковский с вами в нашей студии. Юлия Тищенко, политолог. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Ну что, первый и самый главный вопрос. Можно ли говорить о том, что то, что произошло, подключение новое, ре-подключение. Раз у нас так любит термин реоккупацию, давайте будем использовать термин ре-подключение. Значит, вот это самое подключение, оно свидетельствует о том, что произошли договоренности на самом высоком уровне, о которых мы просто-напросто не знаем. Или знаем? Ну, я не знаю уже на самом деле, кто что знает, и о какого рода договоренностях вообще может идти речь. Здесь, скажем, я бы термин использовала возобновление. Так. Скажем так, да, если говорить о вот этой вот включенной ветке, то, насколько я понимаю, это, в общем-то, именно Северный Крым, а эта ветка тупиковая. То есть, безусловно, это так или иначе поможет, значит, снабжать электроэнергией северные районы Крыма. Вот. Ну и, соответственно, поможет так или иначе распределять, значит, эту электроэнергию в рамках самого Крыма в других районах. Вот поэтому, в принципе, выглядит все действительно как такая очень своеобразная спецоперация Путина, по сути. Почему? Потому что приехал, красиво открыл, перерезал ленточку, и действительно там через два дня свет пошел. И украинской стороне, ну, достаточно сложно донести информацию, как на самом деле. Почему? Потому что, ну, этот кабель... Он приехал в субботу, да? Насколько мне не изменяет память? А это не имеет значения на самом деле. Или все равно в массовом каком-то сознании, в определенной пропаганде эти события будут связываться. Именно с приездом Путиным, да, возобновление электроэнергии? Ну, я думаю, что, в общем-то, да. А совпала еще, ну, в общем-то, вся ситуация еще таким образом, что, я думаю, Украина, разные, как бы, вот, сегменты, которые организовывали блокаду, они испытывали значительное давление. Давление не только там со стороны России, давление там не только какие-то конспирологические вещи, там, бизнес и так далее, и так далее, но можно еще вспомнить, например, гуманитарную составляющую, про которую очень любят говорить, ну, в общем-то, совершенно обоснованно наши, ну, партнеры в Евросоюзе в том числе. Вот, почему? Потому что отключение электроэнергии, оно, в общем-то, вредит полноценной гуманитарной составляющей в Крыму. Вот, ну, и мы видим там экологические риски, которые возникли, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что, ну, скажем, вот, тех субъектов, которые могли повлиять на это принятие решения, было много. Плюс визит Байдена. Украинской стороне тоже нужно было бы как бы вот эту гуманитарную составляющую, с одной стороны, продемонстрировать, с другой стороны, украинской власти можно было бы показать, что она, в общем-то, контролирует процесс и влияет на процесс, связанный со всеми событиями вокруг энергетической блокады. Хорошо, давайте так, в чьих руках находится тогда рубильник на сегодняшний день, если быть совсем, ну, совсем, я не знаю, примитивизировать этот вопрос? Ну, я думаю, что, как бы, глобально, вот он как находился в руках сегодня протестующих, так он и находится, с одной стороны. С другой стороны, насколько я понимаю, есть попытки принять или иные решения, там, в Верховном Совете, по крайней мере, там, будут или уже зарегистрированы, там, проекты, постановлений о товарной блокаде, энергетической блокаде. И анонсируется, что правительство Украины, ну, по крайней мере, по товарной блокаде должно принять решение. Ну, в общем-то, ждем. Поэтому, как всегда в украинской ситуации, рук, держащих что-то, достаточно много, вот, потенциально. Но, в общем-то, посмотрим, чьи из рук эту ситуацию смогут удержать. Это у Павет всегда очень много родителей, да, вот поражения, они всегда сироты. Решение о частичном возобновлении поставок электроэнергии в Крым Межлис принял после переговоров с президентом Украины представителями западных стран, так сообщил лидер Крымско-Татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джамилев. По его словам, на Западе переживают, как люди живут без света, а, в свою очередь, Межлис решил не портить отношения с западными союзниками. Но, однако, Джамилев подчеркнул, что если с 1 января Россия не примет условия Крымско-Татарского народа, новый договор на поставку электроэнергии в Крым из материков Украины не будет подписан. Условия таковы. Освобождение политзаключенных, мониторинг прав человека на полуострове, расследование фактов убийства и похищения людей, соблюдение демократических свобод. И еще один очень важный пункт. В договоре должно быть указано, что электроэнергия будет поступать с территории Украины в автономную республику Крым. Украина, оккупированную Российской Федерацией, подчеркнул Джамилев. По его словам, правительство Украины дало гарантии, что будет учитывать требования крымских татар. Скажите мне, пожалуйста, насколько велика вероятность того, что Российская Федерация согласится подписать вот такой договор, в котором будет указано, что поставки электроэнергии осуществляются на территорию автономной республики Крым? Ну, в данном случае действительно очень интересная ситуация. Почему-то же предыдущий договор, по крайней мере, как утверждают фигуранты, я склонна к ним верить, им верить. Он даже не прописывал, то есть его даже не видели в Кабмине. Вот, то есть он там прошел по определенным параметрам, там связанных с Министерством энергетики, и там даже хозяйственные споры должны решаться в московском суде. Да, то есть, безусловно, это, ну, мягко говоря, выглядит очень странно. Поэтому, но сейчас ситуация поменялась. Почему-то, что если говорить про украинскую сторону, вот каждая там строфа, буква в этом договоре, я более чем уверена, она через лупу может рассматриваться журналистами, общественными организациями. Поэтому, чтобы там не говорила российская сторона, я думаю, что украинская сторона, в общем-то, будет более осторожно к этому относиться. С одной стороны, и, ну, просто подписать иные формулировки будет мягко, чтобы там уже кто не объяснял, будет, ну, мягко говоря, очень сложно. Согласится ли на это российская сторона? Ну, в общем-то, посмотрим. Если действительно позиция украинской стороны будет достаточно жесткая, я думаю, какие-то, возможно, будут российской стороной предложены какие-нибудь компромиссные варианты. Посмотрим. Хотя я в этом сомневаюсь. Такие, смотрите, да, вот господин Аксюр. Ну, через давление могут быть, да, через ситуацию на Донбассе. А, в этом смысле. Ну, да, мы же знаем, что с началом вообще, там, и товарно-энергетической блокады, у нас возникли разные проблемы, там, с углем, и с ДНР, и ЛНР, там, фактически, полностью все. То есть, аннексия без аннексии, там все контролирует Россия. То есть, у нас эмбарго будет с 1 января, то есть, Россия грозит ввести на практически все украинские товары, да, то есть, тут даже товарной блокады не надо, по сути. Они сами запретят ввоз просто на поставки всех украинских товаров на территорию Российской Федерации, фактически на территорию Крыма, которую сейчас контролирует Российской Федерации. Значит так, смотрите, глава Межлица Рифа Чубаров настаивает на том, что вопрос о поставках электроэнергии в Крым нужно решить до 1 января. Я озвучил законодательную инициативу, о чем мы говорили, да, группы народных депутатов, которая, эта инициатива, напрямую касается энергоснабжения оккупированных территорий. Пожалуйста, видео. Хочу сказать, что нашою коллегой, народным депутатом пани Оксановой Сироид, да, группой других коллег, вчера зарегистрированный закон Украины про течмісово окупованную территорию Украины, в рази приняття якого постачание энергоресурсов, включая электропостачание до окупованных территорий, забороняется. И якщо ми не встигнемо прийняти цей закон, а я дуже прошу, щоб комитеты попрацювали, і ми його встигли прийняти до кінця цього місяця. Тут очень интересно вот что. Дело в том, что согласно закону о свободно-экономической зоне Крым, кабинет министров Украины может просто своими постановлениями запрещать продажу, да, или вообще как бы свободное обращение товаров с территории Крыма. Но для этого, почему-то этого недостаточно, я не знаю, то ли в правительстве кто-то этому противится, да, для этого приходится, там, Рифату Чубарову предлагать новый законопроект, в котором уже законопроектом запрещать поставку туда в Крым товаров. Почему вы так думаете? Ну, смотрите, мы же, с одной стороны, давайте не будем забывать, что изменение или вообще, как бы, прискосувание, значит, закону про ВЭС, свободную экономическую зону в Крыму, вообще тоже было первоначально одним из условий торговой блокады, да, то есть все эти сюжеты, там, с возвращением, там, НДС, ну и так далее, и так далее. То есть вообще непонятно, какое количество разного рода фиктивных сделок там могло бы быть. Вот поэтому, если говорить про этот закон, я не исключаю, хотя тут уже вообще что-то прогнозировать сложно, потому что уже два месяца об этом идет речь, этот закон может быть, с одной стороны, отменен, поэтому соразмерно с этим и те или иные компетенции правительства могут быть поставлены на вопрос. Поэтому, действительно, если вы проводите адвокси-компанию, одно решение должно быть, скажем, зафиксировано, чтобы его могло отменить другое решение. В данном случае закон про... Свободную экономическую зону? Или вот про запрет о поставке товаров, да? Ну, как я понимаю, речь идет тут о новой версии закона про оккупированные территории или какие-то дополнения. Вот, ну, если это, в общем-то, так, то подобные решения уже не сможет отменить никакой клерк в Кабмине, то есть даже смена правительства и так далее, и так далее. То есть его нужно будет... Только Верховная Рада тогда сможет... Да, безусловно. Ну, и это, в общем-то, более сложный механизм, с одной стороны. С другой стороны, это, ну, по большому счету, то, что мы сейчас видим, у нас парламент, так или иначе, он, в общем-то, как-то же исключен из какого-то процесса, связанного с Минском. Он исключен из тех или иных процессов, связанных с крымской ситуацией. И здесь это попытка парламента подумать, а вот мы тоже в доме хозяева. Вот, и мне кажется, что... Напомнить о своей роли, да? С одной стороны, да, ну, взять там политическую ответственность и так далее, и тому подобное. Это соответствует и коллекционному соглашению парламента. Ну, и плюс это... Если это будет, скажем, депутатская инициатива, и плюс, я думаю, что там есть и члены коалиции, это, в общем-то, тоже неплохой сигнал о том, что хоть какая-то ветвь власти берет на себя политическую ответственность относительно ситуации, которая складывается. И какая-то будет ветвь власти? Это будет законодательная ветвь? Ну, если парламентарии примут этот закон, то, безусловно, там может быть и возможность парламентского контроля. Хотя у меня есть, как бы, определенного рода сомнения, что такой закон может быть принят. То есть посмотрим. Почему? Ну, опять же, если говорить про Оксану, Сыроид, безусловно, вице-спикер, фракция, самопомощь. Исходя из тех процессов, которые в самой коалиции. А если можно, вот те процессы, я хочу вам задать такой вопрос, я его прямо сейчас задам. Смотрите, достаточно интересный процесс, это сейчас происходит в украинском парламенте. Собираются подписи под отставку премьер-министра, выразить ему недоверие. Вообще в этой ситуации, я не знаю, будет ли правительство, депутатам до Крыма, до этого законопроекта или не будет? Или все это может быть отложено теперь вообще в долгий ящик, а 1 января опять не будет подписан договор на поставку электроэнергии, и как-то это будет вообще никак не урегулировано? Ну, я думаю, что это зависит от многих составляющих. То есть подождем действительно отчета правительства, хотя я там каких-то надежд на это не, в общем-то, не уповаю на определенные решения. Но из того, что сейчас видно, возможно, будут достаточно существенные рокировки в самом правительстве, но, скорее всего, глава правительства Яценюк, возможно, устоит. То есть ряд обстоятельств есть. Это все-таки коалиции, это наличие фракции, это призывы к тому, что разные ветви власти, разные политики должны, в общем-то, объединиться в реформировании, но при этом они должны бороться с коррупцией. То есть такие, в общем-то, сигналы, кстати, были получены буквально вчера. Вы имеете в виду выступление господина вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдона. Ну, поскольку Соединенные Штаты один из ключевых партнеров сегодня Украины, плюс это связано с теми финансовыми ресурсами, возможностями сотрудничества с международными финансовыми организациями, безусловно, эти месседжи есть очень важны. Ну, и я не думаю, понимаете, тема Крыма, она может стать одной из тем, и должна, очевидно, стать одной из тем, вокруг которой вот эти ломаются копии. Например, налоговый кодекс сегодня ломается, много копий, ну, и, даст Бог, что вариант Кабминовский, ну, с моей точки зрения, не будет принят. Но это, в общем-то, был, как ни парадоксально, это неплохой вариант. Кадровые вопросы могут стать таким предметом. Вот, ну, и тема Крыма, и позиционирование, но это зависит еще и от политической воли, и от усилий самих депутатов. Это тоже может стать вот одним из таких, ну, скажем, лакмусов. Давайте поговорим о кадровом вопросе с точки зрения Крыма. 2 ноября этого года была ликвидирована должность правительственного полномочия, если я не ошибаюсь. Да, правительственного полномочия по делам Крыма. Эту должность занимал Аслан Амер Крымлы. Но его не просто уволили, а вообще ликвидировали, потому что многие стали говорить, окей, освободилась должность, давайте будем лоббировать назначение туда нового человека. Ну, ликвидировали вообще должность. Это о чем говорит? Ну, это говорит, скажем, возможно, про неэффективность работы, так как не парадоксально, которая наблюдалась, может быть, про недостаточную активность. И, с одной стороны, с другой стороны, это все-таки еще и говорит про, скажем, само отношение нынешнего правительства, в том числе и к крымской проблеме. Причем, потому что та же госслужба по делам Крыма, можно там долго говорить про ее неэффективность, но правительство ничего так и не сделало. В плане финансирования, не знаю, выделение просто ставок для людей, которые бы там работали, вот для того, чтобы эта служба заработала уже спустя энное количество месяцев. То же самое относится и к этой должности. И тут дело не только в персоналиях, вот дело еще, скажем, в общих подходах пока, которые, к большому сожалению, наблюдаются относительно крымской темы. Кстати, это не только характерно для крымской темы, посмотрите, ну, так или иначе, схожие процессы и относительно решения проблем, связанных с оккупированными, с временно неконтролируемыми территориями. Как вы четко расставили, ну, как бы, такое определение в Риме? Ну, а по сути, если говорить там про Донбасс, да, если Крым, это действительно, в общем-то, однозначно оккупированная территория, то Донбасс это такая квази-ситуация. То есть, ну, по сути, это аннексия без аннексии. То есть влияние России, российские оккупационные войска, возможность там создания чуть ли не рублевой зоны, различные влияния в сфере образования, то есть там чуть ли не российские учебники и так далее. Этот список можно дальше дополнять и продолжать. То есть такая стратегия при днестровизации, по сути. Хорошо. Но, знаете, вот два года, я не могу сейчас оценивать, но мне кажется, что два года, которые уже скоро будут два года с начала российской оккупации Крыма, как-то все время находимся на одном месте, как в той сказке про Алису в Зазеркале, где для того, чтобы хотя бы оставаться на месте, надо бежать в два раза быстрее. Не получается в два раза быстрее. Тем не менее, вот уже 7 декабря в Киеве была презентована монография «Донбасс и Крым. Цена возвращения». Эта монография, значит, уже инициатива не просто какой-то общественной организации. Это монография экспертов Национального института стратегических исследований. И там, в этой монографии, они представили свое видение пути решения по возвращению оккупированных территорий, а подробнее в сюжете наших корреспондентов. Эксперты Национального института стратегических исследований представили четыре варианта возвращения Крыма под контроль Украины. Они перечислены в монографии института «Донбасс и Крым. Цена возвращения», которую эксперты обнародовали в Киеве. Это их первый масштабный труд на эту тему. В нем авторы описывают возможные сценарии и цену этого возвращения. Среди вариантов – военное возвращение полуострова, его мирная и дипломатическая реинтеграция, а также «Народная война». Когда мы писали «Народная война», к этому времени еще не было блокады Крыма со стороны активистов, не было взрыва ЛЭПов и так далее. Но мы считали, что сегодня сценарий уже реализуется. И хочу только одно подчеркнуть, что украинское общество оказывается более целостным и целеустремленным, чем власть. Но не только жесткое блокирование или агрессивные действия тут должны быть главными. В реализации этого сценария основную роль может сыграть общественная дипломатия и активность граждан, в том числе и полностью по нашей стране. Общество должно осознать необходимость возвращения Крыма. Вариант возвращения Крыма военным путем малореалистичен, считают исследователи. Причина – в военном превосходстве России. Однако через несколько лет ситуация может измениться, подчеркивают эксперты, поскольку военный потенциал России в Крыму не имеет тыла, а значит уязвим. Сложен и вариант мирной реинтеграции Крыма в случае, если крымчане почувствуют разницу в уровне жизни на материке и на полуострове. Поскольку обеспечить в Украине реальные изменения к лучшему не так просто и быстро, говорят эксперты. В любом случае цена вопроса возврата Крыма будет высокой, говорят они. И не только в финансовом плане, но и многих других. Свой вклад в монографию внесли и дипломаты. Среди них чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Агриско. Нам нужны те формы, которые дадут реальный результат уже сегодня или, скорее всего, завтра, или через поле года. Что это может быть? Как среднестроковая перспектива членства в НАТО. Ставить вопросы о получении от наших гарантий, которые мы, члены-підписанты Будаперского меморандума, частковых гарантий страны на страну, то есть США, Украина, Британия, Украина, Франция, Украина и так далее, как варианты. Важным условием для возвращения оккупированных территорий Украины, по мнению Горбулина, является принципиальная и твердая позиция украинских властей в рамках минских договоренностей. Эксперт, как участник этих переговоров, уверен, украинские власти должны добиваться полного вывода российских войск с территории страны. И если мы принимаем в том взгляде минские договоренности, которые нам и Франция, и Германия иногда предлагают, то это приведет до очень важного внутреннего процесса, критичного в нашей Украине. Я не впевнен, что у нас найдется какая-то Криворожская, Днепровская, это я перебольшую республику, или Галицкая республика, которые будут иметь возможность говорить о своей автономии, и все-таки инши. Авторы монографии надеются, что власти Украины активизируются, разработают и представят стратегию возвращения Крыма и оккупированных регионов Донбасса. Рассчитывают и на то, что монография послужит толчком для формирования этих стратегий. Украинские власти, напомним, заявляют, что стратегия возвращения Крыма уже имеется, однако в Совете национальной безопасности и обороны ее засекретили. О том, что не секретно, мы говорим в этой студии с Юлией Тищенко, вы смотрите программу «Голос Крыма». Такой вопрос, скажите, пожалуйста. Несколько было моментов в этой презентации, этой книге. Там рассматривались варианты, называлось это реконкиста, по-моему, как-то Крыма, потом мирного возвращения, дипломатического возвращения и так дальше. Скажите, на мой взгляд, наиболее вероятным вообще каким-то вариантом развития событий является какая-то большая международная конференция по Крыму. А когда она может состояться и при каких условиях? Ну, я думаю, что когда стороны будут готовы, когда удастся Россию посадить за этот квадратный, круглый, треугольный стол, это удастся сделать, очевидно, когда, ну, к большому сожалению, мы видим, что вообще ситуация вот в мире, она становится все более напряженной. Сирийский вопрос, в общем-то, и так далее, и так далее. Это можно будет сделать, когда Россия, ну, ослабнет. И с экономической точки зрения, с политической, то есть я как бы слабо верю там в изменения каких-то политических команд в России на самом деле, но вот эти, скажем, экономические потрясения, санкции, цены на нефть, если не 16-й год, то я думаю, что через год мы увидим воочию еще, в общем-то, более кризисные процессы в России. Более того, если говорить там про какие-то разные либеральные российские ветви, которые, в принципе, не при власти, но они там есть политические, все, в общем-то, достаточно четко понимают, что восстановление каких-то, ну, не знаю, либерально-демократических путей развития России, то есть потенциально, но как ни парадоксально, возможно, но без решения проблемы Крыма ни одна страна на Западе, как это ни парадоксально, не будет с Россией говорить более-менее вменяемой, более-менее на равных. То есть в каких-то сферах, в общем-то, ну, я в определенной категории людей такое осознание присутствует. Вот я думаю, когда все это совпадет, я не говорю, что завтра критическая масса, в общем-то, подобных взглядах в России возобладает, вот, но, тем не менее, ослабление России, оно может дать шансы на саму возможность таких переговоров. Другое дело, что Украина должна быть к ним готова, должна быть готова именно, скажем, какой-то артикуляции сценария, вот что тут говорилось, там, деоккупация, да, например, там, примирение, то есть какие варианты возможны, что потом делать, там, с российским гражданством, что делать, там, с форматами автономии и так далее. То есть какие варианты мы здесь можем предложить? Вот, на мой взгляд, сейчас еще проблема в том, что мы тоже не готовимся, по крайней мере, ну, мне об этом, в общем-то, так очень четко неизвестно. Не прорабатываем различные шаги, которые бы мы могли предложить. Ну, и плюс еще это тоже зависит и от позиции украинской стороны. Больше о проблеме Крыма и проблеме, там, прав человека, прав украинской собственности. Кстати, знаете, вот сколько объектов только государственной собственности было в Крыму? Я, понятно, что многие... Четыре тысячи? Нет, это предприятие, а объектов было больше 43 тысяч. Это в смысле дом какой-то, да, то есть объект? Да, безусловно, но тем не менее, да, то есть вопросы собственности и так далее, и так далее. То есть если мы, если Украина сама на международном уровне не будет поднимать эти вопросы или будет их поднимать, в общем-то, так, ну, зачастую не массово, вот, то мы этим самым отсрочиваем, в общем-то, возможности там организации таких больших коммуникационных переговоров. Хорошо, значит, есть еще небольшое... У нас небольшое видео еще есть. Это выступление с трибуны Верховной Рады вице-президента США Джо Байдена, который вот однозначно выразил позицию своей страны относительно аннексии Крыма. Мы смотрим не все выступление, а только маленькие фрагменты. Я хочу чітко сказать, СССР не вызнает, никогда не вызнает, никогда не вызнает спроби России аннексовать Крым. Ось так. Очень простой вопрос. Позиция Соединенных Штатов Америки, она была такой с самого начала. Да, сейчас Джо Байден, он просто проартикулировал еще раз, находясь уже непосредственно в стенах украинского парламента. Но мы видим, что ситуация развивается, и некоторые страны, которые раньше занимали не столь, знаете, такую как бы четкую, однозначную позицию, например, Турция, сейчас фактически меняют свое решение по крымскому вопросу. Ну, по крайней мере, если как бы там не дипломатическим путем, то делают такие заявления первые лица этой страны. На ваш взгляд, присоединение Турции каким-то образом, даже путем российских самосанкций, назовем их так, к пулу стран, которые не согласны с российской оккупацией Крыма. Оно каким-то образом может помочь решить крымские вопросы? Я думаю, что... И каким образом, если может? Ну, отчасти безусловно. То есть, Турция в Черноморском регионе достаточно сильный такой геополитический игрок. Вот и сама ситуация, которая складывается, ну, в том числе и там, по вопросам Крыма, она бы будет этому только способствовать. И самосанкции, да? То есть, можно было говорить там о, скажем, украинской блокаде, но так или иначе доходили какие-то турецкие товары. То есть, сегодня мы видим даже в самом Крыму магазины закрываются, там, ну, и так далее, и так далее. Да, то есть, все вот эти там какие-то потенциальные... Их немного было, но они были. Там инвестиционные проекты, они будут сворачиваться. Вот. И я думаю, что Турцию при вот организации подобных форматов, при вот этом, мягко говоря, похолодании отношений, оно еще не в полной мере проявилось, по сути, между Турцией и Россией, безусловно, нужно будет приглашать в том числе за этот счет. Но Турции не нужен Крым, как какая-то ее геополитическая территория. Но, скажем, вот вопрос Крыма, он может быть вообще даже для Черноморского региона таким пакетным, по сути, как это не парадоксально звучит. Вот. И тут роль Турции тоже имеет большое значение. Хорошо. Тогда, знаете, в завершении нашей беседы, каким образом можно сделать так, чтобы вопрос Крыма, знаете, не рассматривался другими странами. Вот когда у нас уже все будет хорошо, тогда мы будем рассматривать вопрос Крыма. Вот когда будет там в Сирии все хорошо, там, не знаю, где-то там с беженцами все хорошо, еще в каких-то странах, вот тогда, может быть, мы будем рассматривать вопрос Крыма. Как вернуть вот в такую повестку дня и увязывать, например? Ну, нам четко, допустим, президент Украины говорит, что вот Минские соглашения, а потом уже только будет рассматриваться вопрос Крыма. Ну, смотрите, мы трактуем Минские соглашения там как действительно те, где можно было упомянуть там вопрос Крыма, но там не упомянуть. Если посмотреть там на Нормандскую четверку, потому что первоначально Минские соглашения были синициированы там, там вопрос Крыма и Донбасса, они не связываются. То есть это как бы разные, разные процессы. Вот. И, ну, тем не менее, все страны-представители Нормандской четверки очень четко подчеркивали, что там аннексия не признается там никогда, и санкции не будут сняты и так далее, и тому подобное. Кстати, в Минских соглашениях есть интересный пункт, десятый. Это выведение всех вооруженных формирований с территории Украины. Причем его подписали все стороны. То есть, ну, условно украинцы могут его трактовать до последнего, потому что Крым это территория Украины. Но русские его трактуют по-иному, не преломляя, скажем, донбасской ситуации. И что там, стародубщины, да, могут спросить? Ну, то есть, могут быть тут разные варианты. А для того, чтобы Крым не откладывался в какой-то там долгий ящик повестки дня, вот даже такие акции, как громадская блокада Крыма, в том числе, связанные с какой-то более-менее членораздельной политикой Украины относительно оккупированного полуострова, я думаю, что они как бы повышают шансы на внимание к крымской проблеме. Спасибо. Юлия Тищенко была в гости нашей студии, рассказывала о том, как вернуть Крым в повестку дня. Дорогие мои, особенно крымчане, да, ну вот как этот Новый год, скорее всего, я уверен, что будете встречать со светом, но вот скорее всего без турецких мандаринов. Дай Бог, не поссориться с Марокко. Всем доброго. Вы смотрели программу «Голос Крыма». Субтитры подогнал «Симон»